Радио 54 Некоторые люди опасаются, что если будет слишком, скажем так, емкий, слишком большой аккумулятор, то там генератор не справится, либо там на стартер будет слишком большая нагрузка. Ну вот уверяю вас, что в рамках тех ограничений того размера, который существует на вашем автомобиле, эти все опасения абсолютно бессмысленные, безосновательные. В условиях себе, ну скажем, при минус 30, характеристические автомобили падают практически в половину. То есть, если 100% заряжен, чего на самом деле при эксплуатации каждодневно не бывает, 100% аккумулятор может залить только на профессиональном оборудовании. А я знаю, что есть автолюбители-смельчаки, которые выше нормы берут аккумулятор. Это вот как раз не смельчаки, это разумные автолюбители, автовладельцы. То есть, это надо так делать? Да, да, мы рекомендуем, говорю, опять же, в рамках вот того. Но вы сказали в рамках, а если вот, я прям знаю, что вот производитель рекомендует такие-то. Именно по размерам, я имею в виду, что-то, да, как бы больше-больше. По мощности там вот по вот этим шумелам? Ну, вот это мы на самом деле, по мощности это один. Мы говорим, именно физически аккумулятор должен быть соответствующим тому, что заложил автопроизводитель. Тут мы не рекомендуем как бы изменять вот именно, скажем так, конструктивную схему автомобиля. Производители все-таки там, не знаю, умные люди. Я про мощность, про амперы, если это правильно. Мощность ампера, да. Мы вот тут советуем максимальную емкость, максимальную силу тока, потому что, объясняю, в холодное время года мощность аккумулятора падает практически в половину. Соответственно, если вы там взяли 70 аккумулятора, по факту при минус 137, он будет 30-40 ампер часов фактически. Ничего себе. Есть такие опасения на рынке, есть такие опасения у автолюбителей, что слишком мощный аккумулятор, да, если он в два раза там превышает то, что изначально стало нашим автомобилем, может быть какие-то там возможные негативные эффекты. Но, говорю, опять же, в рамках вот этих физических проверок это практически невозможно. У нас 20% сверху это нормально, мы даже рекомендуем. Что продемонстрировать, может быть, вот как бы там вообще так, на очень простом таком упрощении, да, скажем так, как работает аккумулятор. Представим себе сосуд какой-то, да, вот, допустим, литровая бутыль, у которой ее объем это емкость аккумулятора, толщина горушка, ширина горушка, это сила тока. Соответственно, когда заводится автомобиль, стартер потребляет энергию, в нашем примере это вода, да, допустим, забрал 100 мл, дальше вы едете до работы, генератор снова воспоминяете 100 мл. Как был литр, так и у нас осталось. Если будет двухлитровая бутыль, то будет та же самая ситуация. При этом в холодное время года, грубо говоря, от одного литра останется пол-литра у вас воды, а двухлитровый литр, ну, понятно, что, как бы, чем объемнее, тем, как бы, лучше. Как правильно эксплуатировать и обслуживать аккумуляторную батарею? Тут, да, еще раз, основной, как бы, фактор, который губит наш аккумулятор, который приводит к тому, что аккумулятор служит не, там, не средне, обычно 3-4 года, 1-2 года, это, на самом деле, чаще всего у них правильная эксплуатация. То есть, аккумулятор используется, эксплуатируется разряженным. Послушали музыку при незавиденном двигателе, оставили, там, габарит, фары, лампочку в салоне. Ну, мы, девочки, любим это делать. Да, конечно, да, на самом деле, да, и особенно в себе, да, у нас, там, принято, там, сигнализация с прогревами, то, что производитель не предусмотрел какие-то еще какие-то дополнительные музыка, видео какая-то, аппаратура и так далее. Соответственно, аккумулятор, то есть, генератор не рассчитан был на эту нагрузку и не в полной мере восполняет заряд. Аккумулятор все равно не дозаряжен, а это самый главный фактор, который уменьшает его срок службы. Когда аккумуляторы заряжены, там происходит такой процесс необратимый, названной сульфатацией, если он долгое время находится. Сульфатация, ну, как я понимаю, да, то есть серная кислота, свинец, образуется соли, свинца. Да, элементарно. Да, да, и при долгом нахождении в таком состоянии образуются очень такие плотные, неразрушающиеся кристаллы, как раз вот этого вещества, которые, соответственно, уменьшают ресурс аккумулятора, просто не позволяют ему поднять свою функцию. Поэтому, в первую очередь, нужно следить за зарядом своего аккумулятора. Кроме того, необходимо следить просто за внешним состоянием. Грязь на корпусе аккумулятора приводит к так называемому току поверхностной утечки, которая тоже дополнительно заряжает ваш аккумулятор. Советуем, на самом деле, как минимум раз, лучше два раза в год, скажем, ну, вот как люди меняют масло. Перед зимой, допустим, есть такой, да, вот, способ обслуживания в том, перед зимой, после зимы. Точно так же, на самом деле, нужно поменять масло, обслуживайте свой аккумулятор, проверьте, в каком он состоянии. Хочу отметить, что для наших клиентов, тех людей, которые купили у нас аккумулятор сети, мы есть комплекс услуг по обслуженной, по зарядке, диагностике, аккумулятор проводим бесплатно. Поэтому тех наших клиентов призываем, зовем, на самом деле, там, извещаем различными способами, что там, перед зимой, после зимы, пожалуйста, проверьте свой аккумулятор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова